В квартирах 33-го дома по улице Ленина несколько дней нет горячей воды. В чем причина и когда жителям можно убирать тазики и нагреватели, расскажет моя коллега. Ленина 33. По словам жителей, они около недели сидят дома без горячей воды. Трубы, по которым она поступала, износились. Сегодня работники КБУ меняют трубопровод. Его протяженность 12 метров. В 2017 году двор дома попал в программу «Комфортная городская среда». Здесь расширили парковочные карманы и уложили новый асфальт. Трубы старые раз, ведь же плиты перекрытия вот этого канала, теплотрассы, они не рассчитаны на проезжую часть. Они толщиной всего 6 сантиметров и они со временем попадают. Просто в будущем будут где-то благоустройство делать в домах, согласовывать с МУП КБУ. Или мы в план какой-то поставим теплотрассу или под замену, или что-то подскажем, как сделать эти карманы. Прогнившая труба – не единственная проблема, которая беспокоит жителей дома. По их словам, теперь еще и проваливается асфальт возле канализационных люков. Ну вот после как благоустройство было в каком, в семнадцатом году, после него в два раза уже. Тут провал вот так вот, прям в землю. И ставят ограждение, чтобы туда ни машина, ни колесо, никто не попал. Ну а потом вот приходят и заделывают. Но кто заделал, мы не знаем, потому что нас никто не предупредил. И если бы это управляющая компания, то нам бы сказали, ну как бы, кто, мы не знаем. Кто пришел и заделал быстренько. В ускоренном режиме теперь работают коммунальщики, устраняя аварию. Хотелось бы обратить внимание, что несколько лет назад была программа по благоустройству данной территории. Территория была несколько уже. И вот кто-то решил расширить парковочные карманы, сделать, не согласовав с нашей организацией. Трубы лежат здесь с момента постройки дома. Сверху новый асфальт. Раньше здесь была газонная часть. Дефект можно было гораздо быстрее устранить и не восстанавливать асфальт. По словам Сергея Лощенкова, горячую воду жителям планируют дать сегодня к концу дня. Продолжение следует...